Фасад Бобринятского сельского клуба украшен яточками березы, а внутри звучат народные мелодии. Местные жители в воскресенье пригласили отметить сразу два праздника – День Святой Троицы и 35-летие музыкального ансамбля «Рышенька». Организовывать фольклорные и музыкальные программы на Троицу – давняя традиция клуба и сельчан. Сегодня у нас престольный праздник Святой Троицы. Это праздник деревни, который у нас каждый год проходит и празднуется в нашем сельском клубе. Сегодня просто знаменательная дата еще и необычная. Нашему коллективу ансамблю народной песни «Рышенька» исполняется 35 лет творческой жизни. И сегодня у нас два праздника приурочено. Поздравить с юбилеем коллег по музыкальному цеху приехали артисты Дворца культуры «Строитель». Все вместе пели душевные народные песни, водили хороводы, общались с соседями и подрастающим поколением. Бабринянский клуб – действительно настоящее культурное пространство, где собираются, чтобы провести время от души и для души. Это святой праздник, самый, который есть, высокий и для этой деревни. А традиции были всегда. В этот праздник никогда не работали. В этот праздник всегда украшали все жители деревни зеленью, то ли березой, то ли липой. Главное, чтобы это был атрибут у каждого хозяина, потому что это символ счастья, доброты, символ молодости. И мы тоже наш дом, сельский клуб, украсили березой. Вместе с традиционными троицкими играми нашлось место и современным развлечениям – батутам и аттракционам. Кстати, праздновать троицу массово – давняя традиция. На селе всегда наряжали дома березовыми ветками. Во дворе начисто подметали, затем на улице собиралась молодежь. Водили хороводы, плели венки. Сегодня в обринятах народная традиция и праздничные бытовые продолжают помнить и чтить.